Эту тему, а также другие, обсудим с экономическим экспертом Ильей Несхадовским. Илья, здравствуйте, как всегда, рады вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Задоим вас. Илья, скажите, пожалуйста, вот Форбс посчитали, что на войну Кремль потратил 160 миллиардов долларов. Ну, учитывая то, что, наверное, деньги все-таки когда-то заканчиваются, мы так предполагаем, сколько еще Российская Федерация может вот такие бюджеты, назовем это так, спускать? Ну, во-первых, все-таки Россия торгует огромным количеством различных своих продуктов, имея в виду нефть, газ, уголь, лес и так далее. Конечно же, санкции введены. Запад их не покупает, ограниченную покупку, но в то же время это покупает Индия и Китай. Это имеет свои проблемы. Индия оплатит только индийскими рупиями, которые никуда нельзя использовать. Китай на сегодняшний день имеет определенные экономические проблемы и уменьшает те объемы, которые они покупают у России. Индия также, после того, как Россия решила уменьшить ту скидку, которую давала Индия, они переключаются на Объединенные Арабские Эмираты и на Иран, в зависимости от того, кто предложит более выгодную тему. Поэтому в этом отношении у них есть определенный поток валюты, который приходит в бюджет. Но при этом есть, соответственно, фонд гораздо меньше, чем бы необходимо было, чтобы вести войну. Поэтому начинает экономить на другом. Начинает экономить на людях, начинает экономить, срезать различные программы, в том числе и социальные программы. Пытается оптимизировать так называемую их сеть различных бюджетных организаций, уменьшая их финансирование, пытается сократить людей и так далее. Поэтому тут есть такой внутренний потенциал, довольно-таки арабская натура россиян, которая соглашается с тем, что у них забирают последнее, что они готовы жить все хуже и хуже, но не протестовать. В этом является самый большой риск. Но в целом, если рассматривать, как идет сейчас тенденция и как они тратят свои деньги, и как они их, соответственно, могут восполнять, то очень серьезная проблема — это будет начало следующего года. То есть рубль дешевеет, количество денег, необходимое для того, чтобы покупать любые импортные технологии, импортные комплектующие, увеличивается. Денег, которые могут они получить от продажи нефти и газа, учитывая поведение Китая и Индии, уменьшается. Поэтому мы будем по экономическим вопросам очень видеть ситуацию. Это начало года. В начале года это будут серьезные такие вызовы для российского бюджета, для россиян, насколько они смогут еще протянуть эту войну далее. Ну, что касается среднестатистического россиянина, то, возможно, он как привык жить без этих всех благ, так и будет дальше жить. А вот что касается тех элит, олигархов, владельцев больших бизнесов, как они на себе это ощутят? Они, конечно, ощущают, но тут еще есть очень такая хорошая средняя, скажем так, прослойка людей, которые работали в IT-бизнесе высокотехнологичном, который все-таки развивался в России. Они в связи с тем, что мобилизация, другие вызовы, качество жизни ухудшается, они начали убегать за рубеж. Это вопрос, кто имеет более-большие ресурсы, они ехали в более развитые страны, меньшие ресурсы — это Казахстан, Азербайджан, Грузия, Армения и так далее. Поэтому тут они ощутили максимально тот негатив, который связан с войной. Это и угроза их, и их семьям, это и ухудшение качества жизни, увлечение тех расходов, которые они несут и так далее. Относительно толстосумов, то для них, скажем, конечно же, уменьшение доходов в связи с тем, что санкции введены, им это очень не нравится, это очень сильно влияет непосредственно на их уровень жизни, когда они за рубежом не имеют возможности воспользоваться своей собственностью, потому что она заморожена, не могут воспользоваться теми счетами, которые являются за рубежом, у них, и они бы хотели, может быть, что-то там оплатить жить, так как они жили, поэтому они ощущают больше в этом плане. Относительно того, что падают доходы бюджета, так, их бизнес ухудшается. Но их бизнес был связан в основном с сырьем, вывозом сырья за рубеж, продаж за рубеж. И поэтому тут зависимое следующее. Могут они дальше выкапывать бесплатно фактически ресурсы из России и продавать дальше? Да, могут. Главное, чтобы это было не стоимость, по которой они продают, не было ниже себестоимости, по которой они производят. Остальное все не имеет никакого значения. Но бюджет стал уже менять свое поведение. Он начал вытягивать с них деньги, он начал требовать больше заплатить налоги. Налоги за предыдущие периоды, когда они получали большую прибыль. Они уменьшают тот же демпфинг, который они уменьшили. Это компенсация за разницу в стоимости бензина на мировых рынках. И непосредственно в России привело к тому, что сейчас уже более чем на 40% увеличилась стоимость бензина. Поэтому в этом отношении у них состояние также ухудшается. И те разоборы, которые были прослушаны и опубликованы в сеть, они говорят о том, как бы выехать из России. Потому что тут они понимают, что будущего нет. Илья, скажите, пожалуйста, если мы уже заговорили о санкционной политике, о санкционном давлении, из того, что реально, осуществимо, скажем так, западными странами, странами, союзниками, какие санкции могут еще сильнее сжать в тиски российскую экономику, которая сейчас на военных рельсах. И в том числе российскую элиту, чтобы они почувствовали как можно больше. Ну да, два в одном. Мне, например, очень понравилось даже разъяснение восьмого пакета санкций, когда россиянам запретили въезжать. И это рассчитывается как контрабанда на автомобилях, используя свои планшеты, телефоны. Вроде бы как бы не очень, скажем так, существенно в плане денег, но это очень сильно ударило по россиянам. Как это так? Они не могут выехать ни на автомобиле, не использовать какую-то свою технику, айфоны, все остальное. Они должны оставить в России, иначе это будут конфисковать, иначе это будут забирать. В том числе дорогую одежду, драгоценности и так далее. Поэтому это довольно-таки существенное разъяснение, которое мне понравилось с точки зрения его реализации и какую вызвало реакцию у россиян. А теперь относительно, что необходимо сделать. Во-первых, как по мне, надо увеличивать количество российских банков, которые отключают их от SWIFT, потому что именно транзакция является очень важным звеном. Во-вторых, необходимо все же увеличивать давление на то, что на сегодняшний день продается нефть более дороже, чем указано, соответственно, в их списках. То есть надо расширять те компании, которые помогают России обходить санкции. Необходимо увеличивать давление на компании в странах, таких как Казахстан, Азербайджан, которые помогают обходить санкции и поставляют их какое-то или даже не военное значение, но различные оборудования и технологии, не продают, соответственно, его в Россию. И вот для этих компаний надо увеличивать санкции. Очень хорошо еще и США иногда открывают, и, соответственно, эти все сети в Европе происходят. Расследование тоже выявляет тех россиян, которые помогают обходить санкции. Но это надо увеличивать. Это очень важно, потому что Россия быстрее загнется, не столько без денег, сколько без технологий. Отсутствие технологий, невозможность производства соответствующей продукции, как военного, так и невоенного назначения, это будет гораздо сильнее и более болезненный удар для России. Но мы также можем сказать еще про традиционные, что поднималось вопрос, это Росатом. И в этом вопросе был бы очень сильный финансовый удар по России. И, конечно, являются сложности, определенные с введением санкций против Росатома, но, возможно, против бриллиантов. Это тоже довольно-таки существенная статья доходов Российской Федерации. Ну и продолжать смотреть, чтобы не было обходов по минеральным удобрениям, и понимать вопрос, те же самые зерновые вопросы, которые сейчас имеют место. Вот это был бы довольно-таки сильный удар по России, если бы она не имела возможности доступа к технологиям и к таким продуктам. А кому в мире невыгодны такие санкции? Кто блокирует вот таких санкций против Российской Федерации? Почему они до сих пор не приняты? Ну, если мы говорим про Росатом, то тут довольно-таки серьезную позицию занимает та же самая Франция. То есть, так как у нее есть определенные атомные электростанции, и она с ними сотрудничает. Кроме этого, также есть вопрос, например, по определенным другим европейским странам, например, тот же самый Венгрия. Она не хочет санкций, блокирует санкции. Мы помним, как последний пакет с каким трудом принимался для того, чтобы вот это вот перегнуть, эту ситуацию, для того, чтобы санкции были введены. Мы видим, что уже давно про следующие пакеты санкций не идет речи. Относительно, например, если мы будем говорить по бриллиантам, то это, конечно же, Бельгия, Нидерланды. Это те страны, которые у них очень сильно развита соответствующая промышленность, очень большие доходы, они очень зависят от этого, поэтому они пытаются каким-то образом обойти, но напрямую санкции не вводить. Дальше это касается, например, если мы будем говорить по другим продуктам, то все-таки европейские страны, американцы, они более-менее держатся своих санкций и не позволяют с первым продуктам попадать на их рынки. Но при этом все-таки непосредственно в их странах являются какие-то определенные компании, которые невыгодно, что эти санкции существуют, они пытаются их обойти, они создают разные цепочки, они поставляют свою продукцию, например, через третьи-четвертые страны, потому что им выгодно зарабатывать. Они хотят зарабатывать, они видят, что там есть деньги, соответственно, можно продать еще намного дороже, чем другим, и поэтому они это могут, хотят использовать и используют. Поэтому это все-таки не действия каких-то конкретных стран, я говорю про последние виды санкций по отношению к продуктам и технологиям, а это конкретные компании, которые бы хотели обходить эти санкции, и они пытаются их обойти через третьи страны. Илья, мы вас благодарим, спасибо вам большое за экспертный анализ, рады были вас видеть. Экономический эксперт Илья Анис Ходовский присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Спасибо большое.